Получите заряд мотивации, не бойтесь провалов и будьте готовы идти на жертвы. С вами Илон Маск и его 10 правил успеха. Итак, правило номер один. Имей мощную мотивацию. Первой директивой космической политики президента, которую я получил, было узнать, носит ли все устойчивый характер. Возможность многократного использования очень важна. Если механизм можно повторно использовать, его стоимость сокращается в 100 раз. Если сравнить с одноразовой моделью. Тема денег нами не затрагивалась, но я хочу, чтобы мы стали цивилизацией и способной покорить космос. Но этого не произойдет без многоразового оборудования. Деньги для меня на втором плане. Чего я действительно хочу, так это, чтобы люди могли жить на Луне и основать колонию на Марсе. Если ребенок окажется там при моей жизни, я смогу умереть спокойно. Правило номер два. Не бойся провалов. Мы должны были создать компанию по производству электромобилей. Но, честно говоря, мы не были полностью уверены в успехе. Я был готов к провалу. Но, несмотря на низкие шансы на успех, мы решили рискнуть. Что касается SpaceX, изначально я хотел создать не компанию по запуску ракет, а послать небольшую миссию на Марс. Мы планировали отправить туда маленькую теплицу с семенами и дегидративным гелем. На фото мы бы получили изображение зеленых растений на красном фоне. Общество лучше всего реагирует на прецеденты и превосходные степени. Например, первый живой организм на Марсе, первое фото живого организма с Марса. И вы прилагаете такие крутые фото зеленых растений на красном фоне. Я подумал, что это привлечет внимание людей. Но я был готов к провалу. Я понимал, что мы затратим деньги, но в итоге ничего не получится. Правило номер три. Думай, используя законы физики. Когда я решаю задачи, я пользуюсь законами физики. Физика очень помогает в решении задач. Один из ключевых моментов физики – это использование ее главных принципов. Обычно человек рассуждает по-другому. Он использует принцип аналогий. Если вы исходите из законов физики, вы используете основополагающие истины и думаете, как вы можете их применить. Если вы находите решение, которое противоречит этим основополагающим истинам, значит, вы сделали ошибку. Или вы открыли что-то новое, и вам светит Нобелевка. Думаю, что это звучит довольно очевидно. Но люди так никогда не поступают. Мыслить аналогиями тоже можно. Так вы срезаете путь. Чаще всего такой образ действий оказывается правильным. Но он совершенно неправильный, если вы имеете дело с чем-то новым. Новаторство не предполагает аналогий. Правило номер четыре – будь готов идти на жертвы. Мы боялись, что компании Тесла грозит банкротство. При подготовке завода к производству Model 3 руководство компании швырялось деньгами и слабо контролировало расходы. Без очень быстрого решения проблем компания умерла бы. Решить их было крайне сложно. Насколько были близки к краху? Буквально на волоске от смерти. И вы работали по 22 часа в день? Я буквально жил на заводе. Спал там, никуда не выходил. Сутками напролет. И вы не беспокоились о своем здоровье? Не думали, что это колоссальный стресс? Конечно. Никто не должен столько работать. Столько часов без перерыва. Это очень вредно. Я прекрасно понимал, что не должен был этого делать. Это не просто сложно. Это мучительно. Мучительно в каком смысле? У меня болело все. Голова, сердце, тело. Правило номер пять. Не бойся рисковать. Чем вы руководствовались, когда создавали компанию SpaceX? Какие у вас были основные идеи? Когда я основал SpaceX, я думал, что есть всего лишь 10% вероятности того, что в нее кто-то поверит. Я не особо надеялся на успех. Но когда мы только начинали, мы не слишком хорошо разбирались в ракетах, в ракетостроении. Поэтому первые три ракеты взорвались. То есть три первые ракеты Falcon взорвались? Да. Расскажите о четвертой ракете. На самом деле, моих денег хватало только на три полета. Но благодаря ребятам из команды, их слаженной работе, нам удалось собрать четвертую ракету, и ее запуск стал удачным. А если бы все закончилось неудачей? Тогда, думаю, SpaceX пришел бы конец. То есть мы сегодня с вами не разговаривали бы? И вы не готовились запускать новые ракеты? Нет. Правило номер шесть. Задавай правильные вопросы. Когда вы учились в колледже, вы разрабатывали те навыки, которые помогают вам приносить пользу человечеству. Откуда такое желание? Ну, ведь мало кто так мыслит. У меня был такой экзистенциональный кризис. Я задумывался над смыслом жизни. Например, в три часа ночи за пивом. Я был таким странным ребенком. И вообще, у меня детство не особо задалось. Оно было, прямо скажем, мрачноватым. Я много читал, и многие книги были безрадостными. Не читайте Шопенгауэра или Ницше в 14. Это вам будет не на пользу. И Айн Рэнд тоже не надо. Согласен. Так что я пытался понять, для чего все это. Когда я прочитал «Автостопом по галактике», кстати, отличная книга, я понял, что очень часто ключ к решению – это умение задать правильные вопросы. Если вы умеете сформулировать вопрос, ответ будет найти несложный. Так что я задался правильными вопросами и начал разрабатывать то, что привело бы меня в итоге к ответам. Правило номер семь – взрывай рынок. В 95-м году мало кто пользовался интернетом. И никто не зарабатывал на нем деньги. Большинство людей думали, что интернет – это какая-то причуда. В прошлом году Маск продал компанию Zip2, которая специализировалась на программном обеспечении для новостных компаний за 400 миллионов долларов наличными. Наличные – это всегда наличные. Такое большое количество бэнов-франклинов. Это банкомат. Мы трансформируем традиционную банковскую систему. Я не похож на обычного банкира. Чтобы получить 50 миллионов долларов, нужно сделать много звонков. И деньги будут ваши. Я потратил большую часть собственных чистых активов, когда только начинал. Думаю, что X.com мог бы стать многомиллиардным предприятием. Потому что та сфера, с которой связана эта компания – это огромный сектор мировой экономики. Интернет сейчас очень бурно развивается. А эпицентр этого вулкана – это Силиконовая долина. Это потрясает весь мир. Правило номер 8 – заставьте других восхищаться собой. Вас сравнивали с Генри Фордом, Ричардом Брэнсоном, Стивом Джобсом. С кем вы себя сами сравниваете? На самом деле ни с кем. Есть люди из мировой истории, которыми я восхищаюсь. Великими личностями. Многими инженерами и учеными. Я большой фанат Бена Франклина. Я фанат ученых и мыслителей, которые работали во благо других людей. Кто жил и работал во имя науки. Я не сравниваю себя с ними, конечно, но я восхищаюсь. Правило номер 9 – раздвигай границы. Думаю, что люди не так сильно увлечены космосом, потому что мы мало раздвигаем границы. Можно смотреть один фильм много раз. А потом это надоест. В 60-х и 70-х годах мы усиленно раздвигали границы возможности человека покорить космос. Полет на Луну стал одним из величайших достижений человечества. При этом людей, побывавших на Луне, можно пересчитать по пальцам одной руки. Когда произошла высадка на Луне Армстронга, я еще не родился. Думаю, это великое событие заставило всех возрадоваться тому, что мы принадлежим к человеческому роду. Человек способен и на хорошее, и на плохое. И это дело было хорошим. Мне нравятся вещи, которые и заставляют вас гордиться тем, что вы человек. Когда вы встаете утром и начинаете новый день, мы должны вдохновлять других на великие совершения. Думаю, что мы должны постараться поселить людей на разных планетах, чтобы человек мог жить на других планетах на постоянной основе, пока Марс – единственная реальная возможность. Думаю, что это будет одним из величайших начинаний человека. Правило номер 10 – реализуй свои планы. Первые исследователи, которые отважились отправиться в космос, и те, кто рисковали своей жизнью, чтобы человечество получило новые знания об окружающем мире, совершили неоценимую работу. Американские астронавты потратили десятилетия, чтобы усовершенствовать космические технологии. Построение ракет требует огромных вложений. В новом тысячелетии в ракетостроении не хватало средств. И миссию на Марс даже представить себе было нельзя. Космический шаттл расправляет крылья, чтобы отправиться в космическое пространство. Именно тогда молодому предпринимателю пришла в голову революционная идея. В SpaceX мы пытались достичь нового уровня в космических и ракетных технологиях. Со временем ракетостроение пришло в упадок. В 1969-м мы могли отправиться на Луну. А на космическом шаттле мы могли только достичь уровня околоземной орбиты. Какое-то время наши космические технологии были в упадке. Мы не развивались.